Привет, друзья! Значит, попросили меня поговорить на тему использования последовательности газовых патронов в соответствии с новой концепцией гражданской обороны. Итак, в принципе и раньше у нас была тема о том, что первый патрон при использовании газовых патронов в газовом пистолете, револьвере или в травматическом следует использовать шумовой патрон, ну, попросту мы бы сказали холостой, зеленый пыш, обычно у него. То есть это при конфликте производит нужный эффект иногда, поскольку газом не пахнет, а чем вы стреляли, непонятно из чего. Поэтому это может быть иногда сыграть достаточно, этого может быть иногда достаточно для того, чтобы нападение на вас прекратилось. Но, на самом деле, есть отложенную сторону, есть более эффективный набор и более разумная последовательность. Итак, первое. Вот есть патрон Flash Defense. То есть это точно такой же шумовой патрон, с той разницей, что заряд скомпонован таким образом, что он позволяет примерно на 30, хотя производитель утверждает, что то 50 сантиметров выплеснуть сноп огня. То есть ночью это производит действительно интересное впечатление, хотя что уж это на 50 сантиметров, такого как бы я не замечал. То есть первое. Это пугает противника, это глушит, это не наносит ему никаких травм, по сути. И известны случаи, когда при очень близком контакте, то есть стрельбе фактически в упор, холостым таким вот выстрелом, человек находился в шоковом состоянии до 40 минут. Поэтому это имеет смысл. Особенно если на вас нападают собаки, или вы находитесь в маленьком закрытом помещении типа лифта. Производит впечатление. Второй выстрел это тот же самый заряд, только к нему добавлен заряд перца. То есть это paper flash, это выплеск опять же струи огня. То есть это не просто газовое облако, это выплеск струи огня и перцевого заряда. Третий, здесь пыш белый. Третий у нас мы стреляем, это супер перец, то есть это уже чистый перец. То есть он также летит сконцентрированно, то есть это уже не облако, а более такое... В реальности это все равно облако, но оно более сконцентрировано, чем облако, допустим, у чисто газового облака ЦС. Например, у патрона с желтым пыжом. Таким образом, вот стрельба происходит вот этими четырьмя выстрелами за 2 секунды. 2 секунды норматив. Стрельба происходит, первый всегда холостой, с выплеском огня, второй выплеск огня, перец, третий концентрированный перец. И за обычно, вот если противник проворный, энергичный и четко понимает, что он собирается делать и почему, то обычно он уже в этот момент либо уклоняется, либо закрывает лицо и так далее. Поэтому четвертый выстрел происходит патроном, который создает именно газовое облако. И здесь уже стрельба происходит не на уровне головы, то есть если этот более сконцентрированный заряд, пугающий, то вот здесь стрельба происходит на уровень пояса тела человека. В этом случае газовое облако поднимается, и он его все равно вдохнет. Вот такой вот как бы набор. Дальнейшие патроны вы можете использовать, если травматический пистолет, то уже резиновый, то есть если это не помогло, этого было недостаточно. Либо вы можете использовать одну обойму с резиновыми патронами, другую с газовыми, то есть на ваш выбор. Либо вы можете дальнейшую комбинацию сделать такую, какую вы хотите, исходя из наиболее вероятных условий на падение на вас. Но это уже требует анализа. А такой вот как бы стандартный набор из четырех вариантов, он практически решает все задачи, не в зависимости от того, один человек на вас нападает или несколько. Еще такой момент. Следите за тем, чтобы все патроны были одного производителя. Таким образом, на веску пороха вы будете знать примерно, будете знать реакцию вашего оружия на это, чтобы не было такого у вас разнобоя, то есть чтобы вы были уверены в производителе. Или, по крайней мере, понимали, что это какая-то у него стандартная навеска пороха, а ваше оружие на это будет реагировать так, а газ у него вот такой. И еще один момент, что если вы долго храните газовые патроны, обязательно герметичность. Герметичность как для самого патрона, так и для хранения патрона. То есть его желательно хранить вот в такой вот прорезивной герметической коробочке, которая не позволяет ни из нее ничему испаряться, потому что со временем все равно летучие вещества в этих патронах испаряются. И сам патрон вы можете использовать бесцветный лак для ногтей, покрыв его и со стороны ПЖ, и со стороны капсуля. То есть таким образом, как бы, патрон пролежит у вас гораздо и сохранится гораздо лучше, гораздо более длительный срок времени. Ну, удачи вам!